Экономика всюду. Полторы тонны золотых слитков продал ВТБ за месяц. Банк получил более 400 заявок с момента старта продаж. Средний вес сделки составляет 5 килограммов. Самый популярный объем – слиток весом 1 килограмм. Напомню, закон, разрешающий гражданам покупать, а банкам продавать инвестиционные драгоценные металлы в слитках, как за рубли, так и за иностранную валюту, был подписан президентом 14 марта этого года. Покупка слитков стала альтернативой скупке валюты для состоятельных клиентов. В банке предлагают слитки золота, серебра, палладия и платины. С 1 марта этого года отменен НДС на покупку драгоценных металлов, а это 20%. Слиток можно передать на ответственное хранение банку. Туроператорам снова велели исполнить обязательства по сорванным из-за коронавируса туристическим поездкам. Они должны, согласно постановлению правительства, предоставить договорную или равнозначную путевку заказчику, который купил турпродукт до 31 марта еще 2020 года включительно, но не смог до сих пор им воспользоваться. А такие есть. Если заказчик откажется от замены и потребует расторгнуть договор, туроператор обязан вернуть деньги не позже 31 декабря этого уже года, в течение 10 дней с момента обращения. Весна однозначно пришла. Ледоколы ушли из Ванина и Дикастрии, правда, на две недели позже, чем в прошлогоднюю весну. И даже в районе удаленного морского терминала Сизиман началась навигация. Первое в этом году судно капитан Сосенков Амурского пароходства длиной 140 и шириной 16 метров встало под погрузку к причалу. Терминал Сизиман находится в 97 милях от Ванина. Там расположен вахтовый поселок лесозаготовителей и пункт погрузки леса компании «Форест Старма». А на берегу стоит Сизиманский каменный лес – палеонтологический памятник природы регионального значения. Окаменелые деревья обнаружила экспедиция французского мореплавателя «Лаперуза» 230 лет назад. В 1992 году 20 гектаров каменного леса стали официально памятником природы. Добраться до него непросто, но, может, оно и к лучшему. Экономика всюду, следим.